То есть это там, в самом деле, суммируется дельтофункция, да? По определенному состоянию, там стоит сумма дельтофункции. Сумму заменяем интегралом. Это можно сделать, потому что система очень большая. Получается интеграл от дельтофункции. А, как известно, дельтофункции снимает интегрирование, да? Следовательно, интеграла нет, у кого нет. Ну, там, конечно, нужно воспользоваться одной формулкой для дельтофункции. Под дельтофункцией стоит омега от k, да? А суммируется по k. Поэтому нужно будет там, в общем, заменить одну формулку, которую я люблю писать, потому что у меня руки стабильного заняться. Ну, единственное, что у меня надо. Так, поехали. Значит, два способа у нас есть. То есть, не два способа, а два фотосостояния. Одно фотосостояние для самой омеги. Это привычное фотосостояние для поливательной системы. А другое, вот я говорил, для лямб. Это, как бы, для квадратной частоты. Давайте сделаем для лямб. Ну, как бы, связь мы с ними очень хорошо можно сделать. Ру, от лямб я писал равно. Единица на n. Сумма по всем собственным значениям. Наш, в случае, сумма по k можно написать. Сумма по k. По знакам суммирования стоит дельтофункция. Аргументы этой функции, это лямб минус . это это собственно значения омりました для кадров это квадрат от а мне как на так омега карта овтора на счастье известная можете в стройке написать можно и под низом а меняя карта в квадрате равна для простой цепочке одна дунной, это упаковка жиркость, масса F деленное на M что прооткрывается единица минус косинус ну, можно это и косинус х косинус х косинус х либо косинус х если у нас постоянно ну, можно считать безразмерно, поэтому вот, все сейчас мы нужно поставить это мея квадрат в верхнюю формулу и вычислить ну, для того, чтобы вычислить, нужно воспользоваться еще одной формулой когда у нас стоит функция под аргументом дельта-функции запишите еще ниже дельта от f от x равно я ее уже писал в общем, показалось, что говина у нас как себя ведет она пикует в тех местах, где f обращается в ноль то есть, на самом деле, сумма по всем корням пишите сумма по каким-то а ну, а это дельта от x минус xa это xa это корень функции f это еще не все, к сожалению нужно еще эту фигню поделить, то есть единица деленная на хо-хо-хо-хо-хо нормально модуль а под лака модуля f' от xa ну, здесь предполагается, что производная в этой точке в ноль не обращается если обращается, то дельта-функция обращается на бесконечности ну, вот этих формул достаточно, чтобы увеличить плотность состояния ну, да вы продолжаете, как бы, рост сюда сумму заменяем на интеграл у нас в числителе что будет давайте поразмыслим у нас дальше уберется, да? а? если сумму пока заменим на интеграл не-не-не-не у меня куда-то надо смотри, переходи ну ладно если приручена n сумма пока переходит в сейчас скажу в интеграл от нуля к максимально у нас равен чему? на самом деле, не от нуля, но от минус пи деленное на а, от минус пи у нас безразумерное к до пи по дк ну и единица на два пи вот так вот если бы к был размерным тут было бы минус пи на а тут было бы пи нуля минус пи на а еще а ну за счет вычислитель ну, и когда у нас система трехмерная то тут будет объем элиментарной ячейки тут два ки в кубе и интеграл подостной анагулена ну так, так единице на n не надо единице на n не надо единственное суммирование должно быть то есть сумма от единицы должна быть равна единице Интеграл от единиц равен тоже единице А здесь дельта от До свидания Ну, пишем лямбда, минус и вписываем Здесь у нас нужно смотреть на нижнюю формулу И роль икса выполняет к Нам нужно свести к дельта символу, включающему только к Тогда у вас дельта снимется и будет все очень хорошо и замечательно, верно? Следовательно, нужно найти корни уравнения, когда у вас скобочка обращается в ноль Ага, тут придется попотеть чуть-чуть, ну не сильно То есть, вот эта шлюкерсия Вот, оказывается, самая солдат Что? Стук принести Почему? Тут два скула Давай, 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 давай Давай, давай, давай Давай, давай Снимемся просто Смортируйтесь, надо Удивительно, может быть, я так просил А как еще? Есть ли у других идей? Точно нет? Вы зайдите за ним, потому что я за ним не слежу, мне не очень сложно Это же почти единицы можно разобраться Это не почти единицы, лямбда у нас произвольная Ну, ближайшие поделят От нуля до максимальной Ну, это, пожалуйста, максимально что-ли Вот, k нашли, молодцы, какие мы умницы Знаем, что только что у нас У нас корень 1 или 2 Вот на этом интервале Это важный вопрос Два корня Два корня, почему? У нас четная функция И корень чет Ну, да Я понял Давайте сразу же, чтобы не мутаться Свои корнями И сделаем Эта же штука четная Эта же штука четная Этералт От нуля до пи сделаем И в два раза увеличим Вот И сейчас будет корень только один Какая радость, какая радость, какая радость И вот он Ну, однако, нужно еще учесть Вот этот вот знаменатель Вот этот Поэтому здесь Рано Радоваться Если бы его не было Мы бы записали Дельта От вот Этого Какого-то там К Ну, это К лямдовой К лямдовой Чтобы У нас было бы просто Дельта От К минус К лямдова Один корень есть И получил бы просто единицы А это не совсем так Потому что Эта функция Она немножко Изгибается И эти изгибы Дают Соответственно И дают Вот Вот эту производную Нужно убить Функция F Это аргумент Эта функции Берем производную Поставляем Найденную Найденную Калярдовую в нее И Это будет Нужно знаменатель F Штихотка Понятно, да? Сюда Все Все И вот Нужно поставить Вот сюда Синус Р косинусу Короче Нужно идти Вы знаете Синус Синус Вражаем через косинус Синус Это корень квадрата Это корень квадрата Единица косинус квадрат Поставляем туда Арк косинус И получается очень просто Простое выражение Насчет знаков Нужно не париться Потому что у нас Согранателем все на модуль Корень квадрата Единицы минус Да Почему не там F' Это не Штих Это не Штих Не 2F' Нет Это F' Ну да Есть путаница Одна Это жесткость Другая Это функция Справиться с лимницей С этой задачей Не с худой Так 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 Вперед Вперед Я тут Вперед Попробуй Мастер Так Звучит Я тут Не знаю Это просто не знаю Это просто не знаю Я тут просто не знаю Чааааааааа Дверь Это откуда? Не знаю Докторка Не знаю Ээээээээээээ и минус и минус он спорит такую картинку ну да правильно космус космус ну да правильно точно правильно? а мне кажется нет поправьте мне если не правильно напиши космус квадрат чем равен равен космус квадрат ну ты что за космус квадрат? космус там космуса это аргумент а у нас двух космусов там космуса если скобки раскрыли в квадрате ну ладно формула равен с квадратом получалась поэтому можно было не париться ну хорошо, нужно упростилась упростилась, нет? можно вынести зато там минус еще должен быть минус мы про него забыли мы как бы модуль производим что ты делаешь нормально алло на какой у меня где минус уже чего? единица минус причем двое минус это значит что бы скартилось? а здесь м лямбда на квадрате вынес а на квадрате вынес так вот отсюда да какой второй вот это осталось вот это было здесь вынесли ну а я здесь вообще тогда будет четыре точно ну а на четыре ну а ну а ну а ну а корень квадрат возник корень квадрат даже два квадратных корня что это мне не нравится? давайте это зачеркнем у вас там есть у вас там есть знаменатели да? у вас вот так сделаем чёрт после сокращения получилось всегда другие а корни из лямбды вынести не можно? зачем вот эту штуку вынесли зачем лямбду у знаменателей вот так вот? вам потом график в зависимости от лямбды рисовать вот МФ вот эту всю фигню выносите, ладно? где-то откуда дворки ещё есть? ладно, потом разберёмся здесь там было да я в курсе просто 2F делить на M это квадрат максимальной частоты так? пишите корень квадратный вот это переписали корень квадратный из МФ делить на лямбду то есть это выносит МФ делить на лямбду вот это всё выносит так МФ умноженное на лямбду так ещё корень будет единица минус что останется? да я в одно встану чуть не верю прям на 4 какое уж не брать не, ну лечи давайте через разность квадратов давайте ну я стирал а не стирал так значит снова пишем модуль fG3 это корень квадратный единица минус космус квадрат единица минус космус квадрат то же самое что единица минус космус и единица плюс космус космус в свою очередь это минус и т.д. Опять одна. Там-то я немножко спорал, потому что там 2 часа в час. так получилось да это что ты пишешь пишем Субтитры делал А что переписать? Ну я говорю камень и столянда Так, зеленая на... Ну вот на эту штуку Так, здесь у нас все, можете не стирать Калям на однозначном интервале от периода пережить Поэтому у нас Интеграл снимется Интеграл не останется, ничего Останется только вот этот множество То есть здесь можно вынести знак интеграл То есть единица на π будет Так, пишите, вот этот Эк на m Эк на m сократится Будет Корень квадратный Корень квадратный Корень квадратный Четыре лямда Четыре Под корнем четыре Четыре Лямбда Так, и еще другой корень соедините Так, здесь теперь ввести обозначение Четыре Делить на m Равно Омега максимальная в квадрате Там это f в квадрате не должно быть? Где квадрат в квадрате не должно быть? Чего это? Омега максимальная в квадрате Ну вот, омега-к то у нас есть При k равном... При k равном π у нас как раз Омега воспринимает максимальное значение То просто меньше громоздкости Будет в уровне для плотного состояния И у нас набег будет И это? Аааа Агумент Восемьдесят пятьдесят 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 Вон со спортом Отлично Поэтому продолжаем Единице на π Так... Здесь у нас омега-максимальная квадрате Вот единице на омега-максимальная Просто единице на омега-максимальная Так... Единственный набор из лямбов И еще будет под корнем Единица минус лямб Двидительно омега-максимальная квадрата Ну, можно омега-максимальная А то позаимствует... Так... Почему омега-максимальная? Сейчас я подумаю У нас это плотность состояний Она должна быть размерной Единице на лямб Единицы на лямб Нет... Я беру плотность... А в квадрате? Да В квадрате правильно А, да, в квадрате Сейчас Ну, давайте, правда Посмотрим, что здесь будет омега-максимальная в квадрате Минус лямб Минус просто лямб Минус просто лямб Вот! Вот такая плотность состояний получилась Это... На этом можно справиться Только график нужно учетить Смотрите, что у нас не безобразно Естественно, у нас... Чё? Эээ... Плотность отличная от 0 Только там, где у нас лямбда положительная Потому что лямбда Это квадрата Частоты Флотность сама по себе положительная Эта формула годится, разумеется, при тех случаях, когда лямбда меньше максимальной амеги Ну, квадрата максимальная Поэтому при лямбда больше, чем амега максимальная ампатрата Плотность равна нулю Там просто, собственно говоря, можно было строго это показать Но в этом случае у нас корни никого нет И для этого функции одна отличается Так, ну а вот в промежутке от нуля до амега в максимальном квадрате Будет что-то не нулевое? НЕТ! Наоборот 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 разрывает И непутыватель человек При лямбде стремящемся к нулю Эта будет просто константа И будет вот такая штука Как будет себя навести? Вот так бесконечно Вот! Отлично! При лямбде стремящемся к омега максимальной в квадрате Эта константа Эта во что упорется? Эта на Слово бесконечности Да, бесконечности Ну вот, сочтените две эти бесконечности Такими-нибудь минимумами Ну, они могут, по-моему, посредине, да? Вот такая вот Штуковинка Почему Почему так все плохо? Вы знаете, почему так все плохо? Я знаю Я вам до ножей не опускаюсь Да нет, конечно До ножей не опускаюсь Потому что Потому что Потому что, наверное Одномерная система В ходе состояния такая Но Если мы посмотрим на график зависимости Омега квадратов Как? Он вот такой вот Что такое плохо состояние? Это Количество Состояний На Едничный интервал Ну Не Частота А квадратов Частота Здесь у нас Минимум Максимум Здесь у нас Минимум В этом случае у нас Плотность Будет Возрастать Вблизи этого места Здесь И здесь Когда у нас Мы рассматриваем Очень плотную штуку То У нас Будут как раз Бесконечно большие значения Для конечной решетки У нас конечно будет Для конечной решетки Будет 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 Возрастать К Приближению К Этим Краям Зону Если сейчас Взять Распределение Не квадратных частот А самих частот То ситуация Будет Немножечко Попроще Потому что К зависимости Частоты От К Не такой Он имеет Не 2 экстремума А всего 1 Почему? Ну что на кой? Ну а 1 экстремума У него есть То есть Когда мы будем Насмотреть Плотность Стояний Не квадратных частот А самих частот То Будет Бесконечное Возрастание Только На краю Зоны Такая связь между Ро И G По-моему я давал Ро Это Распределение По квадратным частот А G Вроде бы Это распределение По самим частот О А Омега Ну Да То есть 2 омега Связь была такая Записываем Ой G От Омега Да Это Плотность Распределения Ну Ну И Если сейчас Взять Нашу Ро Подставить И То Можно же Замет Замет Да Ну Просто Вместо Канг Замет Пару Ну Есть Есть Ну И Получается Просто Один Курат Можете Небезукратно сделать Уже Функции Ж А не Функции Ро Конечно же Это тоже будет Отличный От нуля Только При Положительных Омега Максимальное Значение Омега Максимальное Омега Максимальное Омега Максимальное Омега Максимальное Будет Здесь Исчез 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 Исчезла Сингулярность При Внуле Потому что Ну Из-за этого Множителя Теперь у нас Экстремум Внуле Пропал Какая это будет Констанция Константа Можно поднимать Ну Константа А потом возрастает Экстремлище Ну пусть так возрастает Ну пусть так возрастает Постоянное число практически. Если мы возьмем дебаевское приближение, то это отразится в том, что у нас будут полагаться константы везде. Ну, мы считаем, получается, что экстремовых никаких нет, линейная зависимость омега от k, ну и линейная зависимость омега от k, потому что жир будет постоянный. Это для одномерной решетки, для одномерной цепочки даже. Теремия уроков нарушается. Нет, почему нет? В первом верхову изначально было, а когда... В экстремовых линиях нет? Есть. В оригинальной статье Ванхова, однодневный случай был расхватан, когда нам сказано было, в трехмерном случае буква R подчиняется этим, она непрерывная, без всяких спигулярностей, в трехмерном случае. А в трехмерном случае есть сингулярность объемных стоянных, в трехмерном случае, в трехмерном случае, в трехмерном случае, в решетке. Да? Да. Да? То есть рука, она тоже синтеза, или кто-то синтеза? Кто-то синтеза. Кто-то синтеза. Кто-то синтеза. Кто-то синтеза. У неё не может быть синтеза. Синтеза почему-то? Потеряние ворхов. Излом. Излом есть, но не синтеза. Синтеза — это экстранический вид. Так. Всё, молодцы, садитесь. Больше ничего не делайте. Так, а что-то я вам хотел сказать. А, ну да. Что-то я вам хотел сказать. То есть вывод в плотночном состоянии, я буду рот-лянд рассматривать. Через функцию вида, которую вы пытались обе-хлопить все дома, да? Это моя прерыва. Я сейчас буду её рассказать. Рассказывайте, ну, из-за того, что вот эту формулу можно было получить. Уже ничего не вычисляя, а просто из буквы G. Что у нас есть? Помню. Так. Где-то писать нельзя. Здесь писать нельзя, да? Вообще нельзя. Можно. Можно. Так. Связь. И... Напишите формулу Сахоцкого, что-то у вас в прошлый раз вообще... А, она была плохая? Да неправильно была. Ох... Ох... Офига себе. Рома Сахоцкого. Давай запишем. Вот так вот. Мнимая часть. Нет, мимая часть, я тут не понял. Хорошо. Всё. Я хотел обойти это. 100 км. Ладно. Икс. Минус. Я как писал? Где мы будем? Ну, тут плюс-минус вообще пишут. Ну, не важно. Ну, или минус. Ну, тут буквы не было дальше. И И. И И. Есть предел вообще. Тут предел был ещё. И. А у меня было предела. Какой он может сказать? Нет. Мы же как-то... Мы с пределом справа. Мы с пределом справа. Мы с пределом справа. Как современный. То есть правый плюс-минус. Нет. То, что И. Ну, плюс-минус я писал. Здесь главная часть. Единственная икс. Что такое главная часть единственной икс? Ну, это... Главная часть есть у интеграла. У единственной икс нет данной части. Есть. Просто иначе общенную функцию не будет. Ну, вообще, да. Это общенная функция. Отлично. Мы уже мудрые узнаем общенную функцию. Минус. И. И. Д. И. 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 Ты пределаешь? Да. Это предел. Здесь можно вместо иксилов просто 0 написать. Ага. Можно. Давай. И вообще, это равенство функционалом. То есть как-то. Придействие на функцию. Фи. Ф. Ну, или я. Такие претензии. Мы же использовали, когда шпур считали еще. Так. И. Если у нас формула была неправильная, значит мы шпур неправильный посчитали. Фу. Так. Это правильная функция. А какая у меня была неправильная. Давайте неправильную воспроизведем и разбираемся. там все правильно было? Нет. Ага. 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 Ру нулевого, тогда G нулевое нужно поставить. Так и для Ру не нулевого, тогда нужно поставить G. Можно G первое поставить и будет G первое. Чувствуете куда-то звонить? Нет? Если G, это здесь у нас кусок шпур, то это будет матка целоваться. Так. Если мы знаем все собственные значения матрицы N. Помните было, как у нас G разделял? По-моему так. 2 равно минус L на G, делюсь еще и равна. Далее мы выделим. Трудничная матрица. Если мы знаем все собственные значения матрицы N, то мы знаем все собственные значения матрицы G. Ну и собственно говоря, поломешку знаем. Так. Есть собственные значения матрицы L. Я запишу вот так. С L. Так, а то здесь будет вектор какой-нибудь... Вектор? Писать вектор или написать? Ну, будет писать. ...дал длина лямная карта... Ну лямная карта это вот та самая... Вот там я как раз. Здесь я буквой ка обозначил Длина можно было вот другую куклу взять Ну, и за счет того, что мы знаем, что их можно Так, лямбда к это значит есть, ну, следовательно, g Это я, по-моему, вписывал в прошлый раз, ну, можно повторить. Собственный вектор a и Собственный вектор g совпадает, Собственные значения не связаны, не совпадают, но вот будет, лямбда минус, лямбда, а, да, у, есть еще, да, это реально точно пригодится, все, если пока, пока значит, что говорим, а, ну, да, что говорим, что след же Это, так, форма такая была, форма не может другая Там единица на n еще? Единица на n, след G, таким образом это будет единица на n, ну, все, кто, на что у нас там первого вопроса? Аня, там мнимая часть единица на D, и D по дамбда О боже, что вы говорите? Единственное, это я не могу сейчас согласиться А D, это когда у нас связь Ро и Рон любого, тогда D возникает Здесь, когда у нас же известно, то никакого D не надо Ну, собственно говоря, вот, сейчас подставляю сюда лямбда капли вот такие вот Вот все уже, говорю о том, что у нас линейная цепочка, для которой я знаю, собственно, квадрат собственных частот, вот они там выписаны И, значит, единица на n, то есть там какой-нибудь, след G, лямбда, это будет Единица на n, сумма Пока Эее E, Autoc treasure Лямбда минус, Омега Кратый кратый Тоже так написано? Лямбда кат и Монтал Такой, какую сумму мы ее считали Смотри мы считали Так то Ну, когда рассматривали, как раз, между прочим, когда рассматривали принятые задачи в время замещения массы, либо замещения пружинки, но вот эти шликовины там возникали, ну, и даже понятно, почему. Хотя я решал не через функцию грима, а вводя фиктивную силу. Но по подобной сумме они появлялись, пока тщательно мы с этим не помним, не помним, да? Не, я помню. А мы, кстати, даже не считали себя. Я проберёк ваш отсюда и только решил. Напишу, значит, какая формула имеется. Единственная сумма пока. Так. В плюс х-к. Ну, я постоянно делал равномерность. В – это параметр, через который интеграл проще выражается. Ну, проще выражается. Нашим лучше бычей результат будет выше. Так, еще дальше, еще дальше, еще дальше. И вообще говоря, тут вот это повторял. Вот. Е в степени. И-к. Вот. И-к на это. При n равномерность получится вот то, что у нас есть здесь. При n равномерность возникает поле общее увеличение. Так. Эта что-то равна. Единица. Поле квадратный. В квадратный минус 1. И здесь будет такая вещь. Поле квадратный. В квадратный минус 1. По-моему, минус. Да, минус. ВВ в степени. Ну, вот. Вот такая величина у нас появлялась, когда мы рассматривали локализованные колебания и связь амплитуды колебаний на примесном атоме и на сети. Да, получалось, что амплитуда спадает. Эта колебания реально амплитуды. Ну и что, я просто сейчас поймем. Покажем, что это такое здесь, что наш свет связан. Вот с этим интегралом это понятно. Идиница на m. Что там у нас? Сумма пока. Сумма пока. Единицы берем не на. Так. Здесь нужно списать. Амплитуды, я разумею, не застер. Зачем? Зачем я это сделал? Не знаю. Но. Лучится ли англо минус. Так. Минус. 2f делить на m. И плюс. 2f делить на m. На бочну сюда. Бум. Разумеется. 2f делить на m. Это омега максимальная в квадрате. Чтобы электроды не таскать. И так и будет. Так. Преобразую. Значит можно 2f делить на m. Вынести. Это будет 2f делить на m. Максимальная в квадрате. Единственная сумма пока. Тут будет 2λ. Единственная в квадрате на m. Максимальная в квадрате на m. И плюс 8k. О! Это там. Это будет половина, будет что-то нету. Все нормально. Ну и сейчас просто применяю. Личную приеду равную нулю. Не получится что-то. Повторяю. Я просто сейчас восприжу то, что вы как бы знали. Мы вот такой вот интервал просто явно рассчитывали по по-моему, что там происходит. Требинометрическое заменение. Вот так. 2 на омега максимальное в квадрате. Так. Это... Так. В это вот наша скобочка. Будет единица на корень квадратный. Скобочка в квадрате минус 1. 2λ на омега максимальное в квадрате минус 1. Ну тут тоже вправо с квадратом возникло. Пусть 1 минус 1. Тут пишет на нем максимальное квадрат. Так. Максимальное мы берем. А еще все две. Корень квадратный из лямб. Корень квадратный из лямб. Корень квадратный из лямб. Внимание! Тут будет вот что. Тут будет лямб. Минус омега максимальное в квадрате. Вот так. Вот так. Сейчас подумаю так и это. Вот так. Сверху. Ну а плотное состояние у нас это мимая часть нашего в квадратный из лямб. И еще это знака минус. Так вот. Мнимая часть, отличная от нуля, там где у нас лямб до мега максимальная. то есть здесь. При других лямб у нас функция глины отличная от нуля, но там где у меня есть часть лямб. Я там лабора просто 4 части. Круто. Круто. Круто все. Соответственно чак. А ну если сейчас можно подставить, то мы получим лабора то же самое, что и для ро вычисленной лаборатории. И то же самое и для лабора. Ну на самом деле это одно и то же, потому что мы стартовали вот отсюда и просто доказали применимость формулы Сокловского. Для конкретного случая. Поэтому никакого отсюда здесь нету. А есть то, что можно было вычислить рост уже опираясь на ранее защитный интегратор, который на самом деле является чем? Следом функции глины. Так. Это еще не конец. Я еще зачем, например, в эту формулу я ее написал, не просто так, а с умыслом. Зачем? 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 Остальная матрица на самом деле нужна, когда в той примесной задаче там стоит буква D, которая является определение матрицы G0 и матрица V. Матрица G0 как бы иногда возникает. Ну, иногда даже часто. Чтобы найти матрицу G нужно посмотреть на это выражение. Если записать вот это выражение в маточной форме, то есть действие маточной вектором расписать То это выглядит так У нас u это вектор, u какой-то n от k, n-компонентный вектор Это вектор, собственно говоря, Абдул-Калибанин Да И что это будет? Как это будет выглядеть? Сумма по n, по n Так, матрица G имеет компоненты n, m', n, m', ну от лямбда, конечно, не будет зависеть Дальше, u, m', вот, там зависище Так, в правой части это будет единица лямбда, минус лямбдакады u, n, d от k Ну вот, просто матрица задача на собственное значение И отсюда нужно найти, чему равен этот матрица элемент Так u это, собственно, ляк u это, собственно, ляк u, n, d это компонент, собственно, ляк Собственно, ляк, для тех случаев, когда мы знаем собственное значение, собственно, ляк, кто-то уже знает Вот, скажем, для одномерной цепочки Мы знаем, собственно, ляк, тень Вот эту задачу мы решали с помощью фуе преобразования Поэтому, вот, u, n, d от k Это единственный корень квадрата из n для нормировки е в степени и, k, n Вот, что такое, собственно, вектор Ну, если вы здесь будете учесть, то у нас есть постоянные решетки К вам еще постоянные решетки будут добавлять здесь Уэрины, мы знаем Собственные векторы, для любого другого, они обладают свойствам автогональности У них много свойств автогональности Для данных, в данном случае, банально будет самолошу Если я... Так, у нас один комплекс лоначек, поэтому нужно взять ун, t U, m, t – сопряженная, а как? Ун, t – не сопряженная, а как? То почему будет равно? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-ть это доказывается геометрическая прогрессия суммируется ну вот так и сделаем, то есть возьмем это равенство умножим обе части на U, M, T, сопряженное отказ зависитщее, разумеется просуммируем по всем К слева и справа и после этого у нас останется уже выражение G, M, M зависит сейчас, для чего оно равно вы, надеюсь, сами догадаетесь ну, в общем, говорите, чего оно равно это будет матовый элемент матовый G в узенном представлении то есть в K представлении в том представлении, где L диагональна G будет тоже диагональна а вот в узенном представлении где L имеет 3-х диагональными G будут иметь всякие разные матовый элементы, какие я сейчас узнаю где леди М, 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 к, т, с, ухл, а с, вми, эспф, и т, с, 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 п, т, т, тх, т, тх, тх, тх! Продолжение следует... 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 Спасибо.